Пятый класс, двадцатая серия. Остатки. При делении на 2 натуральное число может делиться нацело. Остаток при делении будет равен нулю. А иногда остаток равен одному. Итак, числа чётные, которые оканчиваются на чётную цифру, 0, 2, 4, 6 или 8, при делении на 2 дают остаток, равный нулю. Или, говорят, делятся нацело, без остатка. А нечётные, те, которые оканчиваются на нечётную цифру, 1, 3, 5, 7 или 9, при делении на 2 дают остаток 1. При делении на 3 три возможных остатка. 0, если делится нацело на 3, 1 или 2. Вот это формула числа, которая при делении на 3 дает остаток 1, а это формула числа, которая при делении на 3 дает остаток 2. при делении на 4. 4 возможных остатка. 0, 1, 2 или 3. Причём, обратите внимание, остаток всегда меньше делителя. Если мы делим на 4, то остаток меньше, чем 4. Итак, число делится нацело, или остаток равен нулю. Это когда остаток 1, когда остаток 2. А это формула числа, которая при делении на 4 дает остаток 3. Если два натуральных числа, например, а и b, имеют одинаковые остатки при делении на одно и то же число m, то такие числа называются сравнимыми по модулю m. Вот это знак сравнения по модулю. Например, число 6 сравнимо по модулю 2 с числом 8, потому что это числа чётные. При делении на 2 здесь остаток 0, и здесь тоже остаток 0. Итак, при делении на 2 дают одинаковые остатки. Числа сравнимые по модулю. Давайте рассмотрим примеры. 6 и 11. Это числа сравнимые по модулю 5, потому что при делении на 5 здесь остаток 1, и здесь тоже остаток 1. 3 и 23 сравнимы по модулю 10. При делении на 10 остаток 3, остаток 3. Так, и это числа сравнимые по модулю 7. Делится на 7. 0 тоже делится на 7. Без остатка. 15 и 0 сравнимы по модулю 5. Делится на 5. 0 делится на 5. Без остатка. Первая задача. В классе 35 учеников. Причем число мальчиков составляет 3 четверти от числа девочек. Сколько мальчиков в классе? Давайте обозначим число девочек за х. Мальчиков в классе 3 четверти от х. х, да еще 3 четверти от х. Это у нас получится 7 четвертых от х. И 7 четвертых от х 35. Значит, мы можем найти 1 четвертую часть от х. Надо 35 разделить на 7. 1 четвертая часть от х – это 5. Значит, х в 4 раза больше. х равен 20. Это столько девочек в классе. Ну, а мальчики 35 минус 20. Это будет как раз 3 четверти от х. Итак, мальчиков в классе 15. Ответ 15. Вторая задача. Скорость катера 54 км в час. За сколько секунд он проплывет? 60 метров. Обратите, пожалуйста, внимание на единицы измерения. Км в час надо перевести метры в секунду. 1 км – это 1000 метров. Значит, 54 км в час – это 54 тысячи метров. Мы умножаем на 1000. 54 тысячи метров в час. 1 час – это 3600 секунд. Значит, чтобы получить скорость метра в секунду, нужно вот это число разделить на 3600. И получим 15 метров в секунду. Вот мы перевели скорость. Была в километрах в час, а стала в метрах в секунду. Итак, если катер движется вот с такой скоростью, то 60 метров он проплывет за 4 секунды. Ответ в этой задаче – 4 секунды. И третья задача. В турнире участвовало 15 шахматистов. Сколько партий было сыграно, если каждый с каждым сыграл один раз? Итак, 15 шахматистов, каждый играет с 14 другими, да? И одна партия на двоих. Значит, значение вот этого произведения надо разделить на 2. И тогда у нас получится ответ. Значит, здесь получится 105. Ответ в этой задаче было сыграно 105 партий. Продолжение следует...